Здравствуйте, меня зовут Матвей. Я вместе с Машей представляю проект «Музейная экспозиция. Судьба страны, судьба семьи» Ольги Ивановны и Михаила Михайловича Климченковых. Цель проекта – создание музейной экспозиции на основе богатого материала, собранного в результате поисковой и исследовательской работы учащихся. Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время не хватает рассказов о сильных, честных личностях, которые верой и правдой служили Отечеству. Практическая значимость работы заключается в том, что, во-первых, экспозиция даст почувствовать заботу и признательность ветеранов Великой Отечественной войны и их потомкам, а во-вторых, поможет многим ребятам определить верные ориентиры в жизни. Теперь о разработанности проблемы. Первое. В районной газете Суземского района в 2006 году была публикация Ольги Ивановны «Моя война». Это ее ксерокопия. Второе. В Одинцовской газете «Новые рубежи» в 2012 году напечатана статья о Михаиле Михайловиче. Третье. В 2017 году вышел сборник «Суземский край». В нем тоже есть материалы о Климченковых. Все эти статьи написаны на основе воспоминаний Ольги Ивановны. Дополнительный материал о службе в Казахстане мы нашли в интернете в фильме о 57-м дивизии. Музейных экспозиций о семье Климченковых нет. Только в Суземский краеведческий музей Ольга Ивановна передала мундир своего мужа. Теперь о том, какие задачи мы решали на каждом этапе работы. На первом, поисково-собирательном, мы нашли фотографии Ольги Ивановны, а также самостоятельно записали на видео ее воспоминания и получили в подарок очки и часы Михаила Михайловича. Вот они. На втором, научно-исследовательском этапе, мы определились с принципами и методами построения экспозиции и составили документацию по проектированию экспозиции. Вот его часть. В нем записываются подтемы экспозиции, список экспонатов, местных нахождения, например, на стенде или в витрине. Таких экспонатов у нас 27. Следующий, третий этап. Размещение экспозиционных материалов. Общеперенятой нормой остается размещение 7-8 экспонатов на одном квадратном метре. Размеры нашей витрины меньше, но мы не отказываемся от лишних. Вот примерная схема. Четвертый этап. Составление этикетажа и текстов. Первое. Название экспозиции. Второе. Эпиграф. В нашем случае строчка из стихотворения Кимченковой. Третье. Дополнительная информация при самостоятельном осмотре экспозиции. Завершающим этапом создания экспозиции является ее монтаж. Мы использовали прозрачные самоклеющиеся конверты. Получилось удачно. Работа на слайде. Это расчеты затрат, если интересно. Теперь об итогах и перспективах работы. Все поставленные задачи выполнены. Мы получили невероятное удовольствие от успешной работы. Приобрели много практических знаний и умений в музейном деле. Теперь о том, что не получилось. Не стремили разместить важные для нас экспонаты. Похвальную грамоту Ольги Пустомолотовой. Фотографию, на которой Ольга Ивановна со своими сыновьями в Казахстане. Тем более обидно, что один из сыновей, Вячеслав Михайлович, он в пионерском галстуке, подарил музею часы и очки отца. Третье. Фотографию памятника погибшим землякам в подгородней Слободе. О перспективах работы. Для экономии экспозиционного пространства надо научиться применять скрытый план. И вывести на телевизор видеозаписи Клинченковой. Для этого надо сделать электрические розетки. Подготовить экскурсию по экспозиции. Самое главное, мы продолжили дружбу с Ольгой Ивановной Клинченковой. С помощью нашей экспозиции будем рассказывать ребятам о замечательных людях, которые совершали настоящие подвиги во имя Родины и не требовали никаких благ, богатств и почестей. Спасибо за внимание.